Люди немножко чуть-чуть попутали с Зилом и с КамАЗом, немножко масло ажор только появится, они прогорят эти колпаны. Ну что друзья, серия короче говоря, часовая получилась, поэтому нужно набраться терпения. В общем информации много, на мой взгляд такой, на которую нужно обратить внимание, я ее разделил по всей длине ролика, поэтому ребята, просьбы без перемоток, смотрите, огромное кстати спасибо заранее за это. Все, берите попкорн, присаживайтесь поудобнее и погнали. Это у тебя попкорн такой? Ставьте лайки, поехали. Да усилий затянули видимо. Нет, она, кольцо это больше, а этот сильно перекрутили датчик туда, ну глубоко. То есть он должен быть чуть повыше стоять. А, так нашу что, нельзя проставку поставить? Или там резьбу нарезать надо? Тогда резьбу нарезать. Друзья, если у вас нет времени заниматься своим автомобилем, или вы попросту где-то транзитом в другом городе проезжаете, Авито это специализированная площадка по аренде автомобилей, автосервисов, грузоперевозок, ну и не только. Допустим, можно найти автосервис в любом доступном месте для вас, удобном. Отремонтировать как глобальные проблемы решить с автомобилем, так и незначительные. Там от замены гайки до ремонта двигателя или диагностики двигателя. А найти подходящий для вас сервис очень легко и просто. Захожу на сайт Авито, категория услуги, перехожу в раздел автосервис. И вот здесь, обратите внимание, есть подробная карта, в которой вы можете выбрать в ближайшем радиусе от вас подходящий для вас сервис. К примеру, выбираем, переходим. Здесь внутри Авито также можно посмотреть отзывы про данный автосервис, почитать, посмотреть, сделать выводы, стоит обращаться туда или нет. То есть, ребят, очень удобно и просто. Также на Авито можно приобрести новые автомобили, БУ, спецтехнику, аренду, очень много всего интересного. Переходите, все ссылочки оставлю в описании под этим видео. Авито. Ты скажи, друг нашу, духотворенный, что ты там сделал с блоком? Да ничего не сделал, просто нарезал в другую визу. Ну вот так ты... Ну проставку вытащили. Там я побольше шаг сделал. Вот, ребята, так вот он тут намудрил что-то. Там 18 шаг полтора. Ты вот этот проставку открутил, да? Как которая стояла. Здесь у тебя резьбы не было, не оказалось, да? Да, там она вытянулась. Вытянулась. Ну вытянулась, конечно. Из-за этого у нас масло и гнало, да, туда? Да. Вот отсюда и вот на эту стенку через вентилятор. Там вот такая же самая вот, какие-то резьба. Тоже вот выкрутил я ее. Ааа, вот тут тоже надо играть. Приплелилась, потом я когда начал кое-как выкрутил, вот точно она у меня со штуцером пошла. И ты сейчас вот так вот решил сделать, да? Ба-бах, и на тот двигатель, да, на изольду тоже такую же проставочку на всякий случай сделать. Нет, я такая сюда здесь две проставки. Я думал сюда еще покрутить. Вот такую же сюда. А, ну да хорошо было бы. Ну сейчас посмотрим. Так, а что датчик как раз он не будет мешать потом? Ну он не будет здесь. Если такую проставку сделать. Не будет, тогда и та трубка может даже подойти. Да. Постановить она вот выше будет вот так вот и закручу. Вот так. На это же поставлю на гель. Просто у меня вот, блин, как говорят, где тонко там ревется. Ааа, что стенки тоненькие останутся? Ну да, ну, у меня нету этой, на 20 нету. 22 есть, нету. Короче. Попробовать можно? Ну а если что, выбросим ее, да и все. Вон ту поставим. Вот. С Волги. Надо сейчас и туда домой идти. Короче. Попробовать. Похимически. Так, что мы с валом пошкрывал? В общем, мы почистили, продули, да, все эти. Да, мы не хочешь, выкрутили там. Вадима нет. Да нет, я тут движусь. Так, на время не так просто не увидите это хозяйство. Да, ну, глаз как алмаз. Еще там алюминий, легкотня. Так, ты качай своей легкотней. Сейчас сам будешь. Легкотня. Легкотня. Свети давай, легкотня. Сюда свети, чтобы я видел, что я делаю. Хорошо, босс. Начинаешь тут снимать для... Как скажешь, начальник. Для инстаграма. Я тут... Для инстаграма. Держи ровнее, а то уходишь. Хм, где? Никуда я не уйду. Еще откуда-то такая, это... Кто она называется? Шарошка или что это такое? Вот это? Развертка. Развертка, бля. Видишь, уходишь, Пашка, вот так вот сюда, нет? Да, я... Или мне это... Нет, все-таки надо тебе под руку полезти немножко. Цапу надо крутить, цапу. На, сам делай. Не нельзя, я Четланин. Уйди отсюда! Как советовать, так все Четлане. Как работать, так... Я сейчас тебе в носу разверну, да? Ну ладно, хоть не в жопе, бля. А там для жопы у меня есть такая большая. Нет уже, привет. Она такая, знаешь, такая... Она такая тонкая идет, потом так, компот, расширяется такая. Фантазер, блин. Да, да, раз, ребята, с ним молчать надо рядом. Поэтому я говорю, опасно это дело, бля. Это у нас эксперимент. Нет, все-таки уходишь ты, Павел Антонович. Вот, да. Ну, у меня там же, тут же тело уже. Тело, тело. Ты, как будто, как будто у тебя она стоит. Такая же резьбу, она же у меня. Только наружные витки срезается. А, ты резьбу старую срезаешь? Ну, это, которая там срезана. Она как бы туда заходит, так потихонечку. Ну ладно. Это шансирует. Ну, короче, ты знаешь, да? Да. Не лезь, конечно же. Так, ковырять, конечно, не очень-то. Ну вот. Тепереча не то, что дайча. Пашкина любимая, поговорка. Через банну на 22, да? Угу. Павел Антонович, у меня уже пальчёжки замёрзли. Терпи! Хочешь мотор, чтобы я тебе сделал? Терпи! Пойдёт. Это ещё и эта такая, это единичка. Дерка-то единичка. Всё, да? Нет. Почему? Эти единицы. Ещё что-то будешь делать? Глубы же ещё нарезать. Что, дядя Паша? Учимся по колхозному робосту. По колхозному? Угу. Ну, имеется в виду, думаю. Ты уже поставил низ, что ли? Ну, так, приводите. Ну, чё там, через чё-то стоял. А, оправка, типа, да? Волечает. Утюг. 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 Чё, тут оправка нужна? Специально. Да, да. Она по этой, не направляющей, идёт. Там такая, с конусами. Ну, идёт. Потихоньку заутюживает. А солидол зачем? Она сейчас закринет просто. А ничего потом не будет с этим солидолом? Солидол? Да. Будет что-то. Если надо будет. Ну. Лишь. 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 Какая хорошая оправочка. Чё, тебе подержать? Всё, что ли? Ну, сейчас пока я её так. Потом я её сейчас подрежу. Надо только очень усилий ножик. Очень усилий лезвий. Так вот, давай новое поставим. Уи. Надбивочка нормально, да, всё? Сейчас, ну, а там, сейчас посмотрим. Вот у неё выступ ещё немножко выступает. Её ровно срезаешь, чтобы флажки поставить. Всё. А, то есть ты продавил её просто? Да, её продавил. Уплотнил. Равномерно. Сейчас нам надо её подрезать. Ммм. По-дикому. Ну, чё, на гермитос будем флажки садить? Я не знаю. Давай посадим. Так. Чё, Павел Антонович? Вал положили, коленвал. На него тоже положили. На коленвал. Сейчас. Чё, распредвал, да? Чай пьём. Тихо, не спеша. Да, Паша? Наверное. Полукаемся потихонечку. Хоба-хоба. Хоба. Заглушечку поставил. Сюда вот так вот. Герметик. Чё, Паша, говоришь, спонт там под зонтом, да? Ну, да. Заглушку. Ребята, хочу рассказать, как мы мыли двигатель с этим чехлом, с кожухом. Ну, короче, детали. Получается, у дяди Паши есть вот такая волшебная бутылочка. Вот. Наливает в неё бензина. Там берётся волшебная кисточка. Вот такая вот отрезается ворсик. Вот. Пожёстче, чтобы было. И ручками. Сначала, ребята, вот такую штуку ещё нужно будет. Вот. Но сначала бензином, короче, пшикаешь. Потом на бензин вот эту. Мы уже всяко-разно пробовали. Одна, она не так сильно работает. И с водой она как бы работает лучше. Но с бензином ещё лучше. Поэтому сначала бензин, потом вот это. И потом, когда это всё натираете, протираете, нашаркиваете. Вот таким вот. Потом идёте на мойку и узнаёте, что это всё, оказывается, стоит 50 рублей. Ну, да, да. Я чувствую, что полный медилотом. Короче, вот потом водой всё это смывается. Обычно. Нормально. Вот. Так вот отмыли. Ну, покрутили, конечно. Тут его на коленках. Дядя Паша через герметоз, да? Да, тебе нормально пойдёт. Мне через герметик всё надо. Ну его нафиг. Наши сейчас детали не работают через прокладки. Да? Через герметик прокладку работает. Запретная, это, секретная операция производится. Да? Конечно. Почему? Вот, ребята, серии-то, походу, они затягивают. Очень сильно. Думал, уложимся в ремонт двигателя в одну серию. Всё тянем и тянем, потянем. Ты тянешь, нет. Это всё. Я только разобрал. Короче, ребята, вот, ну, как вы, в принципе, и говорили. Снимай, что видишь. Вот и снимаю. Хе-хе-хе. Получается, вот этот литол, он что, вытекает? Ну, он нагреется, да, он уйдёт. Да? Я его немного вожу. Сейчас я его просто под размажу. Ну, слушай, люди-то, некоторые на герметик садят вот это. Ой, много кто садят. Да. О, ничего. И на чёрный, и на красный, и на зелёный, и на как хочешь. Ну, это нельзя делать или чё? Нет, конечно. А почему? Ну, там же посадка. Ииии! Чё, и? Не теряй, пошкодить повествование. Ну, чё, люди, и это, как его, и садят на этот, как его? Нет, не, как его, прокладку, ГБЦ на геометике тоже. Чё? И затягивают нормально. Потом. Да. Угу, да. Короче, все ребята, наши ребята уже все поняли, да? Про кого-то не знаю. Да нет, на самом деле мы, я вот, ну, не любитель, не любитель троллить, конечно, никого, но просто смешно было, конечно, да. Вот так. Здесь-то нельзя никакого герметика. Нельзя, да? Ну-ка, вот так. Она уже уплотнительная. Если по-серьезному, уже уплотнительная. Ну, вот, уже будет уплотнение. Сейчас просто, чтобы вода не потекла туда, вовнутрь, он, ну, не будет давать этот, ну, летал. А герметик, если сделаешь, туда чё? Гильза может не сесть ровно. Но она всё равно же её продавит герметик. Нет. Почему? Да, на такую плоскость. Да? Будет неровности, всё. Короче, чё, мужики, как говорится, это, каждый. Литовым даже вот здесь, ну, смазывают там циатимом или там литовым. Вот эти все вменьшим. Село немножко провернув, чтобы оно вплотнело. Ну, вот тут. Всё. Это вот высота этого бультика. На медном колечке. То есть вот здесь вот сейчас разница есть небольшая, да? Именно вот того колечка буртика. Короче, снимаешь всё, гильзы садишь без ничего, они должны быть вровень. Ну, фазируешь. Потом это вытаскиваешь, уплотнительное кольцо ставишь и этот. И она на уплотнительное кольцо такая. На буртик выше становится. Понятно, а где это уплотнительное кольцо? Колечко, колечко, кольцо трататира. Тратата. Не по мне. Не по мне. Я не... Смоти... Сломай... Допускается до трёх установка. А оно потом продавливается, да? Вот здесь вот камавка получается. Их можно три ставить. Все подряд. А, слушай, ты вот говорил, кстати, у нас ребята в инстаграм спрашивали. Если гильзы, когда ты ровно выставляешь, без колец, ну, без этих. Но. Я не у тебя... Ну, как они? Ну, пляшут гильзы. Бывает, что они пляшут. То есть ты без них просто ставишь гильзы для примерки. Если пляшут... Тогда меряешь, сколько надо добавить. Если... Вот эту. Пропускается, да? До трёх штук на одну гильзу можно ставить. У нас ровно, да? Там всё. Ровно, да. А ты скажи ещё вот про протяжку головки ГБЦ. А, что там? Вот. Затянул вот этот. Я потом буду затягивать. Потом расскажешь, да? Ну, про эти колечки тоже скажешь, да? Да. Она сразу не продавливается, вкратце. Не продавишь, да? Когда ты будешь притягивать это. Поршневую группу. Она нагреется, двигатель. Вот так и тогда. Типовым расширением начинает её давить. Ну, сколько болт. То есть и головка, соответственно, тоже проседает, да? Да, потом. Когда это всё виснет. И ты, махаешь, ну-ка, дай-ка мне сюда, пожалуйста. Ну, дедя, Паша, ты что ты? Не ругайся. Брата, брата. Смотри мне, братан. Смотри ты мне. Как она ставится так? А, вот этим буртиком сюда. К металлу, да? К металлу. Можешь наоборот поставить. Ладно. Я, как это сказать? Для тебя, Пашка, конечно, это всё обыденно, да? Я так понимаю. А вот всё равно же многие, может, даже и не знают этого. Да, ну, и так, и так. Пашка, я, ребята, много раз уже говорил вам, я, ребята, уже говорил вам, что с него информацию выпытать, это капец. Надо огонь и воду и медные трубы пройти. Это же каждый говорит, блин, как это, школьник знает, но кто-то, вот, может, не знает, правильно? Чё, пытаешься из него вытянуть? Говори давай, базарь, быстро. И вот ты... Базарь по делу, давай быстро. Ты это, когда на права сдавал, ты устройство машины, что, не проходил, что ли? Проходил я, ты что, в Десафе учился, ёпт. Ну, вот ты должен, это вот для тебя... У меня ещё и даже руль был такой, с педалями, ёкало мэнэ. Вот надо было тебе только руль доверить, ё-моё, с педалями. Угу. Там, на тренажёре. Всё. Видишь, как хорошо. Тоже, не очень хорошо, когда так сильно свободно забегает. Да? Угу. Ну, подогреты на этом. Вот пох, когда-нибудь такая. Вот, ребята, я по поводу покраски хочу сказать вот этой всей истории. Ребята, ну ведь это же всё понятно же, что так мы дуркуем, грубо говоря, но это просто, оно может быть там два дня простоит вот эта вот история. Может там неделю простыть, но это будет уже совершенно неинтересно. Сейчас самое главное, чтобы по кайфу было. Вот и всё. Мы же не делаем, допустим, там это, внутрянку, там деревянный коленвал ставим, и зато покрасим двигатель весь краской, блин. Почистили, помыли, но всё равно культура-то должна какая-то быть, да, Павел Антонович? Согласись? Какая культура? Ты о чём? Некоторые там не учащают, ну посадку. Она закипает, а потом Гиза не лезет. Доски стоит. Джих-джих-джих-джих-джих. Ну это, дядя Паша, давай расскажи чё-нибудь, историю какую-нибудь. На какая? Сказку Венского леса. Да, мои сказки. Не, ну чё ты, давай. Прочё? Ну чё-то у вас на северах было интересно, на вашем предприятии. Ну чё-то. Многие-то вот мужики... В основном, где, вот как вот на сервисе, у нас кузов моё восстановлено, вот, после ДТП. Сам я ненавидел, это машины гнилые восстанавливать, у меня не доставались. И ненавидел я машину восстанавливать под ключ. Вот и всё. Просто многие-то из наших подписчиков, даже и не знают, где-то там был, чё-то там делал в Нижневартовске, чем дышал, а? Вот, бензин, бензин. Поэтому я и хожу такой всю жизнь на кумарь. Пыхали. Поэтому, говорит, мне к 40 годам уже жизнь удалась. Пронкретно. Всё. И чё? Автобусы делали, Татры делали, чё делали, скажи? Да всё делали. Белазы делали? Нет. Белазы вы не делали? Белазов не было. Ну, были Белазы, но мы их не делали. Нет, ну ты же там делал какую-то, это там, как он там, магнитное рулевое колесо или чё там, разбирал, блядь. Чего я тебе разбирал? Кошмаришь опять. Чего вы тут людей пугаете? Это что? Это запчасть. Это? Это вот толкатели. Где они там? Да. Штаканчик для толкателей. Ну, тут ничего интересного. Ладно. Вот у этой гайки стенки тонкие. Да. Маленькая, видишь там, чуть-чуть. Да. Можно другие гайки купить на 19. Ну, подключим. С таким же шагом. И когда тонкая шайба, она продавливает, она прорезает эту тонкую шайбу. Ну вот, вдавливают туда и заваливает. Заваливает так и... Алюминий. Да. И начинаешь шпильки вот так вот разбегаться вовнутри. В разные стороны. Вот так. Гнуть. Поэтому ты мне... Усилия уже неровные. Поэтому ты мне сказал, что грузки... Да. Я же грузки ставлю. Тем более, галкка новая. У них все площадки ровненькие. Они толще, да? Да. Они не вминаются туда. И раз затянул, вот так вот. И она стоит вот так. Четко. Можно даже покупать на 19 такие гайки. Грани. С такой же резьбой. Ну, это, в принципе, хватает. Там не сильно тянется. Вот шайба, видишь, она такая по диаметру... Жигулевская. Да, Жигулевская вот эта вот. Она по диаметру. Раз. А по толщине и по марке стали разные. И вот волговская. Уже которая... Кромыслом. Да. Ну, и вот эта гаечка ее туда вкрутила. То есть вот такая шайба, она ничего не будет держать. Абсолютно. Хоть дави, там протягивай. Да, бесполезно. Она только наоборот там стенки раздавит еще сильнее. И все. Понятно. Вот такая вот шняга. Шняга. Пока новая, она хорошо ходит. Когда новая. Когда старая, она уже не ходит. Ну что, ребята? В общем, помучился Павел Антонович тут с шатунами. А? Дядя Паша, расскажи, что тут у тебя было? Короче, один у нас вообще, ну, моторг, оказывается, ремонтировался у нас тут. Да, конечно. Поэтому тут один шатун, гережда, другой совсем. Самый дужкий. Вот этот самый легкий, на 600 грамм, да? Ну, я его немножко чуть-чуть. Ой, на 600 грамм, а сколько там? Миллиграмм, да? Там миллиграмм уже. Ну-ка. Ну-ка. Иногда как? Ну-ка, вроде бы не будут. Чего не знал, где стачивать, где брать-то? Да. В целом, тут энциклопедию написал, пока точил. Видали? Да, не говори. Ну, и, короче, что все они у нас получаются? Ну, если так в обычных, то это вот в грамм. Там же до грамма показывает. И плюс миллиграмма. Да. То есть, что получается? Один грамм разбег, да? Почти. Пол. Полграмма. Полграмма, да. То есть, получается, у нас три одинаково вообще абсолютно, а один в полграмма. А так до допуска сколько? Два грамма? Два грамма, да. Вот. То есть, ну, что могли, то сделали. Получается. Так, этот цыганский вариант убрать отсюда. Так, ну, что, Павел Антонович, ты доволен собой? Я? Да. А, что я сражаю? Смотрели мужики фильм этот, ну, по-любому смотрели. Они сражались за родину, когда Шукшин-то к этому хохлу подошел. Это что мы тут делаем? А где же наша кухня? Че ты тут окопался, говорит? Ну, что, говорит, боец, ты доволен мною? Ха-ха. Заведем, посмотрим. Ладно. Кто заведем, кто запустим, да, бля. Ты еще с этой трубочкой что-то да, там поколдовал. Подчистил ее, грижи. Э, почистил ее немножко, да. Сплюсь, да? Ну, туда проволочка, единичку поставил. Туда в нее и сплюсьнул, да? Да, Джон. Че, что, давление, типа, чуть побольше будет, да? Там это капает. Спон там под зонтом, да? Вот такие вот дела. Вот таким вот образом, дядя Паша, что это? Я, конечно, так примерно понимаю. Ты потом по ним будешь отверстие делать, да, в той прокладке? Да. Нет? А что тогда? Хитрость. Хитрость. Какая хитрость опять. Пашка, вот я тут только одну понимаю. Где твои рваные ботинки козырные. Не скажу. Знаменитые чешки, Пашкин. А в них зиму не ходят. Пашка, ну че, ну френа разница в дырах, да? Вот, ребята, вот эта прокладка, которая с такими отверстиями. Маленькая дырка Паша, большая дырка Паша. И маленькая дырка, вот такая вот. И че это значит? А? Ты сейчас вырезать будешь все эти по ним? По вот этим дыркам, да, по шаблону? Не по всем. Не по всем? Нет. Почему? Ну, примерно так. По помпе. По помпе? Ну, конечно. Почему? Ну, вот здесь такое окно побольше, здесь поменьше. Ну. Ну, вот сейчас вот, даже сейчас возьмешь. Ну, как бы тебе, бремя, не как-то получается, короче. Не, да так объяснить, че, 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 поймем же, поймем же. Не, может, ты не поймешь. Я-то, может, и нет. Ну, вот видишь, этот треугольничек. И вот треугольничек. Ну, вот так вот треугольнички. А, ну, то есть равно, вот это отверстие равно 2-3. Треугольничка. Ну, че, непонятно вот. Ну, вот. И че это значит? Это значит, что вот у той прокладки, в которой много треугольничков. Ну. Это только, она обеспечивает только, грубо говоря, вот 2 эти колонки. Ну, здесь уже циркуляция. А именно, еще здесь, и здесь, и здесь надо. Равномерно, чтобы, да? Да. А чтобы она до сюда дошла, и чтобы у нас здесь вытекало, здесь надо делать усечение. То есть, она, площадь должна равна всем этим отверстиям. То есть, имеется... Площадь вот этого вот. Да. Да, сумма вот этих вот всех отверстий должна быть равна вот этой, этому отверстию. А с этой стороны, где штанги, вот так вот помпу стоит, должна быть тоже сумма этих всех отверстий. Ну, и... Все эти, говорю, машины-то, они делались на принцип антифриза. Машины делались на принцип жидкости под названием речка. Речка, да. Озеро. Лужа. Ну, и что ты сейчас хочешь сделать? Значит, получается, где-то что-то подрезать чуть-чуть, да? Да, где-то. А это так, зачем ты вырезал-то тогда? Чтобы просто видеть? Да, так вот видеть, примерно. Вот тут она, наверное, уже есть. Тут, вот эти, наверное, еще подточу. И вот эти еще подточу. Тут немножко подрошили, наверное. А там уже не будешь ничего делать. Тут нормально они уже идут. Тут у нас уже по... Сколько сейчас подчеркнули? А здесь вот смотри, Пашка, даже вот этих отверстий нету. Вот, на вот этом. Сейчас, подожди. Вот этих двух отверстий вот на этой прокладке нету вот здесь вот. Там есть такой, да, недостаток тоже. Вот я сейчас еще раз покажу эти. По идее, номер... Четыреста два, сто. А этот... Такой там... Сорок двадцать один. Вот она. Сорок двадцать один уже. Вот это вот родная под наш блок, там на блоке написано. То есть, по факту вот это надо ставить. Но мы хотим ее модернизировать, получается, расширить немножко эти. Че ты хочешь? Штанги. А здесь девятка. Ну, девять. Девять. Ну, по девять. Видите, уже шире. Десять. Ну, они все здесь. Десять. Ну, десять. А здесь мы, получается, по количеству, если так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я на восемь считал. Угу. По двенадцать. По двенадцать чего? Шириной должен быть. Да, если равномерно. Но нам равномерно не надо. Допустим, что здесь чуть-чуть вот этот треугольник уже не двенадцать, уже больше, чем двенадцать. Но сечение здесь, ну, вот, будет чуть-чуть, вот, но это, это будет. То это сразу минусуется и разбрасывается сюда. Добавляешь окно, еще минусуешь, и уже здесь разбрасываешь. Ну, чтобы получалось так, на уменьшение, короче. Такая вот. Это что, значит, здесь должно быть... Чуть больше. Это, омываться, да? Чтобы, да, чтобы жидкость сразу туда пошла. Не чтобы сюда, вот, она выпирается об гильзу, и сразу здесь поднимается. Здесь. Где термостат? Да. А надо, чтобы она еще до туда доходила. Там-то, не забывай... Третий, четвертый. Да, там-то еще расстояние от блока, вот она, от блока до гильзы. Там расстояние, что-то, три или четыре, ну, по всей мудрецы. Ну, хоть четыре, что ли, меня метр толкаешь. Щелка такая идет. Ну, так они везде сопротивление оказывают, вот эти, ну, перегородки. То есть она уперлась, вот сюда залетела, здесь уперлась об гильзу, допустим, и она тут же вся поднялась. Пока она там все просочится, обтекать будет. А так мне, так выше, тут, наоборот, если даже вот эти вот заглушить, куда, она, во-первых, захотела вверх, не получилось. Туда толкай, до конца. Ну, и все, я надо будет туда толкать, 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 пока через эти дырки не вылезет. То есть это все будет получше, будет остывать, да? Вот это, да, стеночка, вот здесь у нас, вот эти углы. Ну, вот тут она, получше немного. Я-то думаю. За заводом надо работать. Нет, ну, завод не будете подстраиваться. Зачем завод? Завод делает одно то, что у них есть. Зачем этим не надо? Машина ходит, ходит. Ну, понятно. За термостатом следи. Какая разница? Ну, что на таких пробьет, что на таких пробьет потом. Это не важно. Ладно, что, а что мы будем делать-то? Вырезать-то, примерно. Я вот эту, такую штучку приобрел. Ну, это такую, одноразовую, да? Ну, это, 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 так сказать. Нет, это, я тебе вот такими сделал этот, сибортовой редуктор на Т-40. Все распилил, расточил. Они еще до сих пор целы. И, блин, машинка такой высокоскоростной делал. 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 найдите 8 отличия это ребус короче ребята вот вот эти вот добавили да вот эти вот немножко на танчик назад не на вот эти на 3 4 до и 4 горшок по стенка видишь вся она перегретая стенка вот и вот это вот ты для чего сделал а вот первый чистая железа нагрева вообще не было самое холодное и вот это ты немножко подширил для чего для вот этого танчика на вторую помпу печку да чтоб чуть-чуть подтягивала у нас же тут ребята две печки одна родная 2 вот здесь вот сверху стоит и мы отсюда забор взяли вот на этот вот так здесь у нас в головке сейчас я покажу нам где-то на старая головка есть здесь также сделаем вот отсюда у нас забор идет на помпу то есть чтобы хватало еще на это на верхнюю печку чуть-чуть под расширили ребята подписывайтесь на наш канал будем мониторить прокладочки эти все колдовские дела дяди паши 250 точно проходит гарантия пашка ты на петлю стросточки говорил гарантия я вообще гарантия вот только ворота поднял если она на пол корпуса выехала гарантия вот так вот и живем погнал то дружище ты не стигай да какая гарантия мы так не договаривались так что надо вот коробку да как-то грица осваиваешь денежные знаки заказчик это ладно там башка они там что-то притирает ну они покирают клапан не притрется он прихлапывается не прихлапывается почему не будет бугорок на клапане допустим он такой же бугорок и останется себе понимаешь он такой же будет такие неровный клапан неровное оседло неровный клапан он не прихлапывается а все неровности они не выравниваются это не камаз и не зил люди немножко чуть-чуть попутали зилам и с камазом только узелаю камаза вращается клапан вот так крутится же он каждый раз когда идет у него у него постоянно вращается клапан здесь клапан не вращается не на жигулях не вращается не у восьмерки ни у кого только на камазе то что это зил завод делал двигатель но и разработал такую разработку что клапан постоянно ходил и вращался пошагово ребята ну что в общем какая тема дядя паша категорически отказался притирать клапана не знаю свой скелет шкафу у него как говорится зеленые чемоданы что-то это там не сошлись к единому консенсуму вот повез я головку на притирку клапанов к тем ребятам мужичкам которые на авторемонтные вот кто тюменский знают где мы втулили распредвал в общем туда увез они сразу же мне сказали головка новая нехер ее притирать вот не знаю пашка говорит что они не приступиваются не прихлапываются те сказали что они прихлапываются мужики в общем тут у нас целая эпопея была в общем плюнул я на все и поставили мы так и все пока катался паша видимо тут это тоже с пробуксовкой и не успела ни хрена ничего заснять то есть сейчас вот это у нас все в таком варианте находится покажу ваня ставит сцепление наше старое сцепление которое стояло на каменсе на каменсе да да на этом на next вот ну подшипник выжимной взял 405 саксовский сцепление тоже сакс диск сакс ну думаю что скоро сейчас запустим это все хозяйство не знаю пашка конечно придерживаться сами же знаете своего своей точки зрения притирать все равно надо но притирать не стал вот те говорят не надо притирать ну по крайней мере ставят танаки я вот и на форумах читал и везде youtube и смотрел если она разборная приходит клапана отдельно все пружины все раздельно тогда да надо это притирать клапана так она они сразу сказали не смысла нет их притирать если они там чуть-чуть сочаться там на первое там на второй минуте это нормально как бы потому что вообще клапана их не притирают даже завода ну хрен с ним ладно посмотрим так немножко под расстроился конечно стэк гбц ну ладно чуде это будем мониторить поставили не притирочные как вот купили так и поставили все засекем километраж будем мониторить что там покажет через сколько тысяч километров вот прогорят прогорят пришли перетрем вот что проблемы такие вот в эти мужики говорят они клапан типа всегда крутится это у тебя вот а у него ребята у него свое видение на это и как бы я больше то конечно ему доверяю понятно что у каждого свое мнение клапан крутится подчатка клапана ровная гладкая потому что это устройство совершенно другое соединение должно быть между там коромосом или там рокером распредвалом но между ними что-то этим клапаном может быть компенсатор стоять ну какой-нибудь его вращать или кто-то еще его ну на волге нет не хочется потому что выедает раковину ты щупом не можешь залезть даже кто кто ездить все эти владельцы но газельки вот такие старые моторы дамочки сколько раз он ставит щуп ты пусть на жигулях 015 расставит там да все проверил чик вытаскивают вроде бы подтянутый щуп все нормально машину зовут у него клапан брякает потом начинает мерить уже линейкой у него не получается 52 микрона когда линейка на жигулях у него получается 60 никого как так щуп оттуда вставлял 15 должен быть 52 на противоположной стороне на у него 60 показывает а почему потому что выработку сделала вот такую на клапане ты зашел щупу он же у тебя не может пластилин согнуться ровный там у тебя ямка а когда ты убираешь щупу у тебя продлевает дальше то есть у тебя по высотам 15 микрон а там в ямке и еще добавка те же пять соток она видно на глаз видно если клапан выкрутился он был бы ровный я живущий гладенький ну как бы так как на забойке мы такие ну как вот ровно его ну это я вот все-таки так думаю что все равно люди вроде бы как бы тех той старой школы до что-то вот ну объясняли мне там я взял без тебя поехал ну ты бы конечно там просто ушел буду еще не стал бы слышать каждый свое одеяло ну одеяло на себя тянем у каждого свое мнение за им просто маркетинг они сейчас на самом деле никто не хочет делать нормально клапана всегда оказывает давление строго перпендикулярно и строго по центру для чего для того чтобы снизить любые нагрузки боковые вот такие чтобы на него от ровно отжать его ровно и вернуть если только будет там корову свою или какой-то там любой соединитель в край бить клапана значит она будет ну да вот я просто это просто у тебя очень быстро сначала сожрет направляющую втулку а по направляющей втулки раз у тебя уже клапан будет уже долбить будет разбивать седло седло в основном в эллипс разбивает в одну сторону на жигуля допустим клапана висят они всегда бьют по нижней части они всегда вот так вот заходит и бомбак когда направляющие разбиться налоги еще более-менее потому что там клапана ровненько стоят о 405 уже болезнь то надо же постоянно будет направляющей в идеальном состоянии и начал темно это я сейчас скажу это объясню это паша говорит про то что там вот эти мужики говорят что типа клапан все равно крутится потому что там воздух потому что там давление и он потихоньку как бы все равно и вот он то не крутят и еще говорит он чё плюс тому что он говорит не по центру да типа там удары у него а чуть-чуть сбоку и за счет физики типа он все равно его ну как бы проворачивает типа вот этим это за счет то что двух пружин но у них вставки вот эти которые пружины зажимают там заходы сделаны вот этих пружинах как вот на камазовский начинаешь отжимать он у тебя даже от даже от молотка он вот так сразу делается он сам делает у него заставляет до подставка раскручивать и пружину сжимаешь он тут же его проворачиваю сухарь и на сухаря у него крутится и свободные клапана такого как она современные они сейчас сухари зажимаются в тарелке да а стержень вот кстати вот на кирюшки у нее болтается степень хотя за сухариной это свободный стержень он тоже его типа что она малолитражкой объяснять тем что якобы вращается вот он может вращаться запросто то что он свободный там он болтается не зажимается я сначала то подумал сухари может большие а потом все начал рассухаривать они все так стержни на я ребята напомню пашка делал у нас где-то на канале есть видео пробила чем ремень порвала грм и загнула там несколько зубов пашка разобрал головку короче все клапана притёр да там и мы мы не это и фаски делал да ты фаски сделал клапана притёр ну почистил короче я хочу сказать 40 тысяч я проехал но мы не шлифовали головку да надо было 60 до 60 и вот у меня в этом ну вот где-то месяц назад пробила прокладку 3 4 и мне ребята вот там мастера там отдал который круза камни все время делали пригнал к ним они разобрали пролили клапана говорит они сутки я через сутки к ним приехал они все сухие один в шоке просто гад нихера дядя паша делал 60 тысяч прошла головка и клапана ни один не бежал даже не ссал она понимаешь как сказать клапан это слово есть клапан вот зачем-то дать желатники думали на колесах ну пускай потравили бы чем какой-нибудь резину там пеномонтажную закачали но вы ездили бы на ней нет но не перешли все таки туда дуй обратно понятно и клапан такая же процедура туда дуй обратно ничего не должно быть надо ну вот давай теперь ребята мы сейчас хотим чувствовать паш ты вот чё мне сейчас сказал до этого вот про вот это давай эксперимент ребята проведем такой кататься годик потом то есть мы сейчас замерили что минуту ну час вот все видели да на канале у нас было в прошлой серии что вот мы ее пролили она там на первой минуте там на 50 секунде уже засоли клапана замоклили замоклили да ну то есть как говорят все типа там прихлопается да то есть если как бы опираться на вот эту теорию да несмотря на то что фаски там маленькие там до завод он не как тебе сказать не притирает клапана теряет но он-то извини он-то шлифует шлифует фаску клапана аж даже полирует и место седло тоже полирует просто на высокоточном станке это все делает и гораздо быстрее а до этого станка они притирали раньше все же машинки реже пускай хроники посмотрят древние хроники 60-х 70-х когда москвичи когда 21 волги делали там даже станки есть специальные притирочные станки были с ним стояли то потом уже пришла технология шлифовать это уже с 24 в общем ребята я предлагаю что сделать дядя паша вот все мы здесь на канале у нас ребята все подписчики наши и все вот и мы с тобой посмотрим как вот снимем через сколько давай там через десять тысяч до хочу прокладку будем поменяем да и все призернем голову ты думаешь до 50 не прогорят клапана нет как газовать будешь будешь есть нормально то есть без нагрузки двигатель гонять на оборотах там или четыре еще то есть не пойдешь на подъем на 5 передачи со скоростью 60 километров а пойдешь на подъем допустим километров 150 на подъем на 5 нет вам она не будет ну ладно в общем надо посмотреть все таки я хочу в этот проект проэкспериментировать что это там интересно докачу и если они дырявые то они будут дырявые они же наоборот только ухудшают свое уплотнение любой клапан он ухудшает уплотнение сначала почему собрал сделал четко машина первого потом тысяч 50 70 100 тысяч до прошло прошло машину уже вялая и не едет даже будешь проливать клапана это могут уже подтекать то есть она ухудшает а тут уже ухудшена заведомо да но не улучшен посмотрим сейчас мы тут посмотрел сейчас я фазу поставил нифига и 6 они не подходят по фазам вот эти они все шесть они не подходят но там надо на фазу себя смотреть знать а у них не получается вот это да да наш еще наш не регулируется метку они сделали они приближенно но надо чтобы было так а когда надо было так делать а так не получается то есть ты по фазам выставил они по метке да не метки это ерунда а это очень поздно нет ладно все тогда в общем покрасила по новой новое залепил от фольгой пищевой на такой клей приклеил вот брызгается и наносится вот здесь вот смотрите такие вот порывы но это в принципе не суть важно то есть самое главное чтобы он это близ блеск дал отражал по крайней мере лучше чем краска вот тем более она ее потом вот этого ничего не видно будет под стеклом вот оно как выглядит это вот так все черненькие нормальные получились как-то так сейчас поставим лампочки вернем и и вася кот да кстати и надо герметик еще наклеить сюда чтобы не попадала влага подольше походят ну вот как-то так она это смотрится все вроде бы более менее первый пуск ребята ой да чё показывает а капец мы тут еще видите как на коленке сидел без руля без звука зажигали подсос ну давай пробуем мама дорогая красота а кто кто улетела хорошо нагревать как греть ладно сейчас откроем окна чё мы делаем сейчас прогреваем потом охлаждаем и протягиваем еще раз головку да а потом еще тысячу километров проезжаем еще раз протягиваем да все ребята открываем окна подгорает вот ребята температура уже вот так вот давление на холостых 700 оборотов чуть выше середины зеленой чуть-чуть подгазовывают на термометр как заходит сравняется стрелка должна включиться вентилятор зарядка есть смотрим вот включился не доходя пашка с настройками карбюратора надо будет поколдовать так ребята ну все погрели машину поработала нормально под градусов так сто пятьдесят под играли рассказывай сказки вот все сейчас протянем еще разочек головку посмотрим как раз просела не просела да но по-любому да и потом начнем и подсадим кулак и вот и потом еще через тысячу протянем поездим третий раз протянем вот видали ребята сколько сколько пашка на пол оборота вот нормально короче надо подтягивать один хер да охренеть потом тысячу проедем и еще будет также прокладка прокладка здесь уже не такая чуть-чуть не так проседает там прокладка больше проседает офигеть я еще подчем ну нормально просела да еще раз по кругу пройдешь ну что ребята все на этой ноте мы с вами прощаемся кто досмотрел без перемотки ставьте лайки подпишите комментарии в общем все до новых встреч что думаете вообще по этому поводу по этим клапанам головкам пишите всем пока 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 тут ن